Во Владивостоке прошла церемония передачи уникальных архивных документов от родственников супруги ученого, писателя и путешественника Владимира Арсеньева в Государственный музей-заповедник истории Дальнего Востока. Архив Маргариты Николаевны Арсеньевой в течение многих лет хранился у наследников ее сестер Ольги и Валентины в Москве. Он включает более 130 единиц различных документов и фотографий. Все они датированы 1920-30 годами и являются исключительно оригиналами. Все эти скрытые ранее записи, источники, дневники. С каждым годом у нас их становится все больше и больше. И, безусловно, надеюсь, что этот альбом будет издан отдельной книгой. Музей почти 15 лет пытался выкупить архив, но по разным причинам этого не получалось сделать. Приобрести реликвию удалось при участии народного артиста России Евгения Миронова, который должен сыграть главную роль в фильме о жизни и экспедициях Арсеньева. Нам это очень важно и для съемок фильма, потому что здесь есть фотографии, документы, которых мы не находили в других источниках. Очень важно, как выглядит Маргарита, ее отец, семья. Тут есть первое издание книги Дерсу, Зала, есть документы, в том числе его статьи, переведенные на разные языки. Это, конечно же, здорово, что это опять приехало сюда спустя столько лет и нашло свой дом, опять здесь же, во Владивостоке. В завершении торжественной церемонии создатели картины об Арсеньеве подготовили сразу две тарелки. Одну в подарок губернатору Приморского края Олегу Кожемяка, а вторую разобьют аштатив для камеры перед началом съемок. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова, Новости на Восьмом.